Всем привет! Наверное, ни для кого не будет секретом, что я игровые наушники не очень понимаю. Стоят они много, качество микрофонов у большинства уступает отдельным микрофоном. Со звуком ситуация похожая, и в итоге получается, что игровые уши это непонятно что за много денег. Но с Z Blackout ситуация немного иная. Не потому, что у ушей превосходный звук или отличная запись голоса. Нет. Об этих моментах мы еще успеем поговорить. Z Blackout интересны в первую очередь ценой и тем, что мы получаем за эту цену. Заинтриговал? Надеюсь, да. Поэтому давайте уже начнем обзор. Коробка оформлена в фирменной стилистике Z. Выглядит она нормально, но я бы не назвал ее какой-то запоминающейся. Внутри этой коробки можно найти саму гарнитуру, съемный микрофон, кабель Jack-Jack, разлетитель, USB-TiP-C капель и мешочек, в который аккуратно помещается все это хозяйство. Сама гарнитура выглядит, как многие другие игровые гарнитуры. Такой вот внешний вид, по-моему, начался с первых клаудов, и скопировали этот стиль все, кому не лень. Впрочем, этот дизайн никогда не выглядел плохо, и тут он тоже выглядит нормально. Оригинальный тут, наверное, только оформление внешней стороны чашек. С выключенной RGB-подсветкой все выглядит вполне аккуратно и красиво. Но если включить RGB-подсветку через USB-разъем, то уши начинают светиться разными цветами. Откровенно говоря, подсветка мне не нравится своим внешним видом. Да и смысл этого всего для меня тоже не очень понятен. Но раз делают коврики с подсветкой, то, наверное, надо делать и уши с подсветкой. А то все светится, а наушники нет. Не дело. Кстати, от подсветки чашки заметно так нагреваются. И с этим есть нюанс, но о нем мы поговорим чуть позже. Если не обращать внимание на подсветку, то перед нами вполне стильная гарнитура. Строгий дизайн, умело вставленные красные акценты дают за что зацепиться глазу. А само оформление чашек и оголовья весьма привлекательное. Кстати, сверху на оголовье есть выштамповка с названием модели. А на внутренних сторонах чашек крупными буквами написано, где левое ухо, а где правое. На левой чашке сгруппированы все органы управления и все порты, с помощью которых можно подрубить гарнитуру к источникам звука. Первым бросается в глаза регулятор громкости. Работает он плавно и действительно с помощью него можно регулировать громкость. Следом идет кнопка отключения микрофона. Далее можно заметить вход для аналогового подключения с интересным механизмом фиксации штекера. Есть еще и USB Type-C разъем и разъем для микрофона. Type-C разъем выполняет две функции. Во-первых, он дает питание, чтобы работала подсветка. А во-вторых, превращает блок-аут в USB гарнитуру. Материалы, из которых произведен блок-аут, приятные к глазу, так и тактильно. Амбушюры и подушка оголовья – это кожзам. Само оголовье металлическое, а сами чашки и некоторые элементы крепежа выполнены из матового пластика. И из-за того, что металл применен только там, где он нужен, весит блок-аут совсем немного. Отчего носить их можно долго, без какой-либо усталости. Во многом этому способствует и хорошо подобранная сила сжатия. Уши на голове сидят уверенно, но при этом не пытаются выдавить мозг через нос. Регулировка размера широкая, поэтому уши подойдут и детям, и тем, у кого головы больше баскетбольного мяча. Правда, фиксация и индикация шагов выдвижения могла бы быть и получше. Но в целом, нормально. Подушка оголовья весьма мягкая и прекрасно распределяет вес на большую площадь головы. Чашки регулируются только в одной плоскости. Основной же для меня минус – это материал-амбушюр. Именно материал, ведь к наполнению и толщине амбушюр у меня претензий нет. Мои уши, учитывая, что блок-аут чашки закрытого типа и они подогреваются подсветкой, начинают переть буквально через 10-15 минут. Полчаса и пот у меня вытекал уже из-под чашек. И, к сожалению, в комплекте других амбушюр нет. И, наверное, из-за материала амбушюр я так и не смог привыкнуть к блок-аут. Мне было в них некомфортно и неуютно. Впрочем, у вас могут быть другие ощущения. Все зависит от того, насколько вам важно, чтобы ваши уши дышали. Второй минус этих ушей – это звук. Я люблю студийный звук, то есть максимально плоский АЧХ, а у блок-аут идет закос на попсовый звук. Сейчас поясню, что я имею в виду. У блок-аут реально много баса. Середина немного приглушена, а верха есть, но их детальность и громкость отведены скорее на задний план. Спереди же бас. Бас и только бас. И почему это попсовый звук? Причина в том, что обилием низких частот можно добиться звука, который многим будет нравиться, даже несмотря на то, что в других аспектах драйверы будут халдурить. И в случае с ушами Z, на мой взгляд, примерно так и есть. Конечно, блок-аут звучат поинтереснее Arctis 1 от стилов, но все равно. Детализации маловато, особенно если говорить про верха. И просто на все давит дикое количество баса. Например, песня Kill Pop от Slipknot почти полностью потеряла тарелки. Зато барабаны и перкуссия заняла первый ряд. И как там ни старается Кори Тейлор, перекричать барабаны он не может. Но если говорить про электронику или попсу, то не все так плохо. Ритмо или Mamacita от Black & Peace мне в блок-аут понравились. Как и в принципе смотреть какое-то кино, где куча взрывов и стрельбы. Кстати, о стрельбе. Для игр блок-аут неплохо заточены. Они будут давать сахару ушам при каждом выстреле, при каждом взрыве. И играя в сингл, вы точно получите удовольствие от каждого мгновения. В плане позиционирования и детализации шагов все не так здорово. Чашки закрытого типа, и сцена из-за этого не очень широкая. И из-за этого, естественно, позиционирование страдает. А общий упор в бас заставляет либо страдать от выстрелов, чтобы слышать шаги, либо понижать гробкость и вслушиваться в шаги. И это получается как-то не очень удобно, если честно. Но давайте вернемся к чудесной моей попытке описать звук словами. По моим ощущениям, блок-аут идут на грани превращения всего в кашу. Кажется, что еще чуть-чуть и все начнет бубнить. Блок-аут держит удар и все отыгрывает без ощущения, что на голове одето ведро. У блок-аут есть еще и встроенная звуковая карта. Если подключить уши через USB разъем, то звук будет генерировать именно она. Но, откровенно говоря, карта не очень высокого качества. В сравнении с аналоговым сигналом идет потеря по громкости и деталям. Если говорить про звукоизоляцию, то она на среднем уровне. Чашки закрыты, амбушюры плотно прилегают к голове, а материал амбушюр без перфораций особо не дышит. Идеальные условия для того, чтобы не слышать то, что вокруг вас, и чтобы не тревожить тех, кто рядом с вами. На максимальной громкости, правда, последнее утверждение нарушается. И рядом сидящие люди прекрасно будут знать, что именно вы слышите. Второй важный аспект игровых ушей – это микрофон. Ведь как-то же надо донести до тиммейта, что он кран. Поэтому то, что вы слышите сейчас, записано в микрофон блокаут без какой-либо обработки. И судить о качестве вы можете сами. Я лишь могу сказать, что, скорее всего, ваши обиды на тиммейта дойдут до него, и он прекрасно поймет, что он виноват в том, что вас зарезали во время планта. Подключается блокаут к компьютеру двумя способами. Первый – самый простой. Воткнули USB-TFC разъем в уши, второй – конец в компьютер. Ослепились RGB подсветкой, дали возможность Индии найти дрова, и все. Можно в бой или на YouTube. Кабель приятный, достаточно длинный, и, наверное, его основной минус в том, что он немного дубоват. Второй вариант – это забыть про подсветку, достать кабель комбо-джек на комбо-джек, проанализировать, что там с гнездами на компе, и либо воткнуть, как есть, либо через разветвитель. Если получится угадать дырочку, то через уши пойдет звук. Если звука нет, то либо дырка не та, либо громкость на левой чашке на минимуме. Аналоговый кабель примерно такой же, как и USB кабель. То есть он дубоват, но зато на ощупь приятный. Мне, правда, с моим расположением системного блока немного не хватает длины. И, в принципе, это все, что я могу вам рассказать про эти вот уши. Безусловно, их сильной стороной является тот факт, что это комбо-набор за вменяемые деньги. На момент записи голоса уши стоят 3700 рублей в DNS. Но, возможно, когда выйдет этот обзор, цена изменится. Но, тем не менее, я вам скажу так. За 3700 эти уши – нормальный вариант. Да, рассчитывать на идеальный звук не приходится. Да, и ваш голос в записи будет не совсем похож на ваш голос вживую. Но главное то, что, в принципе, звук нормальный и вкусный. И правильное слово действительно – вкусный. Если у вас нет за спиной 20 лет в студийных ушах, а ранее были только дешман уши от какого-нибудь Sven или Overprice от Beats, то эти вот уши должны вам понравиться. Z-Blackout – это Big Mac, картошка фри и большая кола. Да, не лучшая еда в мире, но какая же она чертовски вкусная. За предоставленную гарнитуру выражаю благодарность магазину DNS. Ссылки на то место, где эту гарнитуру можно обменять на банкноты Банка России, я оставил в описании к этому видео. Переходите, смотрите, если интересно, покупайте. Ну а мне остается лишь с вами попрощаться.